Привет всем! Вы на канале Tracker in Scandinavia и я наконец-таки доделал третью часть нашего эконом-вождения. Значит, все результаты, как я все и обещал за неделю, значит, какой у меня был средний вес за всю неделю получился, какой получился средний расход и также какой у меня получился в итоге балл. Я думаю, кому-то будет это интересно и полезно, поэтому смотрим. Значит, погнали! Что нам нужно для того, чтобы показать максимальный балл и сэкономить топливо? Это круиз-контроль и не просто пользование круиз-контролем, а не мешать ему. То есть основные ошибки, которые допускают, так сказать, начинающие водители на современных автомобилях, которые мешают круиз-контроль. Если он сбрасывает скорость, значит, это так и надо. Если вы будете постоянно на газ нажимать после того, как она сбрасывает скорость, то у вас будет плохой балл и плохой расход топлива. Также не мешайте, тормозите и все остальное. То есть все, вы включили и забыли, но не надо его путать с адаптивным круиз-контролем. Адаптивный круиз-контроль не всегда является лучшим и он все-таки от ситуации зависит, когда нужно его использовать или не нужно. То есть мы не будем говорить вообще про адаптивный, мы говорим просто про обычный круиз-контроль. Если нам позволяет дорога, позволяют условия, врубаем круиз и будет балл. Окей, он сразу дает 50% вообще всего балла. Это самое основное круиз. Ну и, конечно же, наверное, на второе место я поставлю торможение, потому что чем меньше вы нажмете на педаль тормоза, тем балл будет лучше. Если вы будете постоянно нажимать на педаль тормоза, но и давать накат, то это тоже вам ничего не даст. Вот, поэтому соблюдаем все эти правила по возможности, конечно, по ситуации, по погоде. Нас никто никуда никогда ни к чему не принудит. И на самом деле я подписался под этот эксперимент просто ради того, что я не могу быть в последнем списке фирм. Ну, раз вся фирма экономит, ну, значит, придется мне хоть как-то, хотя бы в середину мне нужно попасть. Тогда я буду спать спокойно. Ну, и да, конечно же, на данное время, я уже это говорил в первом видео, что все фирмы идут к этому. Бальная система. И я даже не могу сказать, что лучше расход топлива или бальная. Бальная эта вот система экономии. Может быть, конечно же, баллы лучше, им хотя бы можно как-то обучиться и подстроиться под эту тему, чтобы с вас ничего не высчитывать. Если у вас расход топлива стандартно, скажем, выставлен там 35-33, там, я не знаю, на Скандинавии, ну, меньше, навряд ли бывает. Но были такие, 31 даже было на разных линиях. И вот у вас 35, ну, и возьми, вот зимой, постоянно таская 30 тонн, попади в 35. Да никогда в жизни вы не попадете в 35, как бы не экономить. А с баллами вы, если все делаете правильно, максимально, то вам уже никто, как бы, ничего не предъявит. Ну, и надеяться, конечно, на то, что когда-либо там эти баллы или расход топлива вообще пропадет при балтийских фирмах и польских. Но это никогда такого не будет. Если мы идем по серпантину, и вы не хотите ехать на круизе, хотите ехать на педали, так вам удобнее, так вам комфортнее, то третья только часть педали начальная нажимаете. Если у вас есть датчик турбины, это, кстати, очень хорошая вещь. У меня его вообще нет. На вольвах, я знаю, он есть. Но вот мне было удобно по нему смотреть, потому что, если вы не допускаете турбину в красную зону, вот в вашем, в принципе, это и вся экономия на педали, когда ехать. Также, то есть, в идеале, это до половины уровня надува турбины держать постоянно вот этот вот баланс. Конечно, в подъем в гору на перевале у вас она в любом случае будет работать на максималку. Это нам не стоит обращать внимание. Я, как и говорил, что мы доводим машину, пока она уже перестает терять скорость, и фиксируем на круизе эту скорость, и с этой скоростью поднимаемся до самой вершинки. Вот это будет экономия. Если мы будем душить ей газ, у нас, во-первых, ничего не будет происходить, но расход у нас будет больше, и быстрее она не будет ехать. Поэтому мы сегодня вот поедем на подъем и посмотрим. Я вам продемонстрирую, то есть, что я имею в виду. Может, кто-то не понимает, о чем я вообще говорю. Все, сейчас я иду по такой дороге без тормоза. Без тормоза я пытаюсь круизом что-то рулить, учиться, по крайней мере. Но это не лучшее решение в плохую погоду. Естественно, если будет дождь или снег, мы будем ехать от ноги. Но еще такой момент, что управление ногой и управление круизом. И мы смотрим сейчас конкретно, говорим про баллы. Неважно, какой там у нас будет расход меньше-больше, нам на это вообще плевать в данный момент. У нас именно баллы. И вот здесь момент такой, если вы будете ехать, да, вы экономно едете на педали, вы очень хорошо и пользуетесь, но у вас не будет высокого балла. Как вы бы не пользовались? То есть, поэтому здесь польза идет круизе. И вот у нас трактор. Очень он нам в тему сейчас. И нам его нужно будет в ближайшее сейчас время, желательно с этого разгона и обогнать. И здесь я могу даже, в принципе, и газ нажать. О, машина у меня не особо хочет разгоняться. Ну, это уже вынужденная мера была. Вот, 73 на круизе, 79,80 она у меня держит. Вес у меня сейчас 20, 27, наверное, тонн. Я даже не посмотрел. 27-28 тонн. Здесь стоит, конечно, похвалить Рено в этом плане. Моторник у них держит с 30-кой, я шел с горы очень хорошо. На максимальном уровне он удерживает. В Вольве, если вы с 30-кой идете с горы, я не знаю, может, я неправильно пользовался, да, но у меня не держала никогда она. Если я, конечно же, немножко поправочку такую внесу. На более-менее средних скоростях. Вольво, если вы на маленькой скорости, да, она будет держать. Если у вас скорость 35, на максималке включен моторник, и вы идете с крутого спуска, да, он будет держать. Если вы скорость уже делаете 50 и больше, он у вас не держит ни хрена. В Рено держит на хороших скоростях. Это самое главное. Чтобы мы не спалим тормоза, во-первых, колодки точнее. И еще что-нибудь не спалим. Конечно, на такой дороге сложно выставить какую-то скорость, какой-то ехать постоянной скоростью, поэтому ее приходится всегда менять. И опять-таки здесь уже лучше привыкнуть менять ее кнопками, чем педалью, потому что так система будет вам считать в плюс. Если вы будете газом регулировать, то оно идет на минус, как не крутите. Вот, даже идет подъем, но тяжело она идет. Я бы тоже рекомендовал добавлять скорость по чуть-чуть. Идем мы в гору, но машина у нас может разгоняться. Подкидывайте по чуть-чуть, по 3-5 километров. Максимум по 5. Вот сейчас 65, да? Круиз выставлен. Вот я дам ей 70. Пускай догоняет до 70. Не хочет она до 70. Доставим 68. 68. Нормально. Вот все, пускай едет. Поспользуйтесь вторым выездом. Через 300 метров на кольцевой развязке. Воспользуйтесь вторым выездом. Вот, движение было сейчас между кольцами. Я немножко просто дал разгона и отпустил ее. Все. То есть, я не помню, говорил я или нет, если мы будем использовать только моторный тормоз, но у нас не будет наката, то есть, естественно, у нас не будет тоже балла. То есть, это все должно быть взаимосвязано. Круиз, накат, торможение. Все. Я думаю на этом, в принципе, я больше не знаю, что вам говорить. Давайте. Смотрим дорогу и потом в конце переходим полностью к результатам недели. какой у меня был средний вес, я покажу. Какой получился у нас расход средний за неделю. Какой пробег и, собственно, сами баллы. Что же у меня получилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова